Следующий наш урок это выбор поставщика. Смотрите, самый лучший эффективный способ, если вы самостоятельно на рынке ходите, изучаете ассортимент, разговариваете с продавцами, то есть это ваши будущие поставщики, смотрите наличие товара, качество товара. Если вас все устраивает, то вы уже начинаете с ним работать как с поставщиком, то есть переговариваете какие-то моменты, то есть как будет поставщик вам отправлять товар, какую скидку он вам даст, обязательно не забывайте торговаться, потому что это самая основа основ. Даже какие-то 5, 10, 20 рублей, которые вы сможете сторговаться, будет уже большим бонусом для вас, то есть экономия вашего бюджета. Если же вы через контакт, через группы находите поставщика, также пишите, спрашивайте, покажи свой ассортимент, покажи фотографии, потому что есть вероятность небольшая напороться на мошенников, которые вот сидят в группах, там товарочка предлагает вам ваши товары, с такими я не советую работать. Как мы работали на удаленке с поставщиком, сейчас я расскажу историю. У нас была потребность заказать коробочки, вот такие коробочки под бижутерию, вот, и соответственно там был заказ 1000 на 40, на 50, но был страх, как, блин, заказать у того, у кого я не знаю, вообще не видел ни разу. Вот, вы, соответственно, как мы сделали? Я поставщику написал, я говорю, вот такие-то товары нужны, то есть такие коробочки, такие. Он мне скинул фотографии, вроде как живые фотографии. Я говорю, окей, ладно. Вот, он говорит, давай с тобой по видеосвязи созвонимся. Я говорю, я, говорит, покажу, вот мой склад, вот мой контейнер, вот все такое. Так что вы тоже можете сказать, слушай, а давай я тебе по видеосвязи наберу, вот, потому что я не знаю, я с тобой первый раз работаю, или первый раз хочу с тобой связаться. Я говорю, хочу себя обезопасить тем, что давай я тебе по видеосвязи позвоню, ты мне покажешь, вот я здесь, вот мой контейнер, вот товар, вот ряд, вот пожалуйста. Вот, это один из способов обезопасить себя при первой закупке товара. А дальше уже все, я думаю, пойдет как по маслу, вы начинаете с ними работать, они вам дают дополнительные скидки, или вы не забываете торговаться, выбивать из них дополнительные скидки. Следующий, следующий шаг, это, то есть, мы закупили товар, с поставщика для себя нашли, закупили товар, и теперь стоит вопрос с логистикой, с доставкой. Смотрите, с доставкой вопрос очень быстро решаемый. Если вы закупаете с садовода, или с ТЦ Москвы, или с там Южных Ворот, то там стоят транспортные компании, или же есть люди, которые возят эти грузы в транспортную компанию. То есть, поставщикам говорите, слушай, я живу в Казани, мне нужно сделать доставку в Казани. Он говорит, слушай, ну окей, у нас вот транспортные компании есть, ПЭК, деловые линии, КИД и так далее. Все, соответственно, вы выбираете для себя ту транспортную компанию, которая есть у вас в городе, например, и с которой было бы неплохо поработать. Вот. Я кого советую лично? Я советую деловые линии, КИД, ПЭК. Не советую, это Байкал сервис. Ну, очень плохой сервис на самом деле. Вот. Смотрите, вы говорите поставщику, слушай, отправляй товар, даете ему данные, это фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес, куда нужно привезти, и паспортные данные, это вот серия и номер паспорта. Потому что они все это пишут на коробку и отдают уже водителям. Водители принимают у себя, и через пару дней они вам отправляют трек-код. Если же поставщик вам не отправил трек-код, вы можете позвонить в ту транспортную компанию, через которую он должен был отправить, и уточнить там трек-код. Вот. Соответственно, ничего здесь такого сложного нету. Не бойтесь работать с поставщиками, не бойтесь спрашивать скидки, не бойтесь звонить им или просить созвониться, потому что это ваши деньги, это вы должны себя обезопасить перед тем, как оплатить человеку за товар.